Монтаж фиброцементного сайдинга На деревянную подсистему И также как правильно смонтировать деревянную подсистему Бруски у нас монтируются с шагом 600 мм по центрам Это стандартный шаг, больше мы не делаем Крепим обычными саморезами по дереву Мы используем брусок шириной 97 мм для обрамления окна То есть у нас будут два бруска по сторонам окна Также этот брусок можно использовать на стыке двух досок на фасаде Толщину бруска на этом стенде мы выбрали 40 мм Минимальный отступ от стены здания до задней стенки материала должен быть 20 мм Мы сделали немножечко побольше Такой отступ 20 мм это обязательное требование производителя фиброцементного сайдинга Так как материал у нас предназначен для вентилируемого фасада Самая главная и распространенная ошибка при монтаже фиброцементного сайдинга Это не соблюдение требований по отступу от стены здания до задней стенки материала То есть не монтируют подсистему и монтируют фиброцементный сайдинг напрямую на стену дома Так делать нельзя В противном случае у нас опять же не будет вентилируемого зазора, не будет вентиляции по фасаду Влага, которая будет скапливаться, будет отрицательно влиять как на стену дома, так и на сам фиброцементный сайдинг Впоследствии на лицевой стороне фиброцементного сайдинга может образоваться высыл Соответственно, что будет происходить со стеной дома, она будет сыреть, она будет гнить, если дом у нас деревянный При монтаже фиброцементного сайдинга на деревянную брешетку желательно обработать бруски какой-нибудь пропиткой, которая будет защищать брусок от гниения Если же вы не обрабатываете бруски фиброцементного сайдинга, желательно проложить ЕПДМ-ленту Она предотвратит попадание влаги непосредственно на сам брусок, соответственно, влага будет скатываться по ней У нее есть бортики, которые не позволят влаге уходить за пределы ЕПДМ-ленты И влага будет уходить у нас за пределы фасада Но если у вас бруски пропитаны, то, в принципе, ЕПДМ-лента вам не нужна Приступаем к монтажу нашей подсистемы Устанавливаем брусок вертикально Как мы уже говорили, все делается шагом 600 мм по центрам Берем саморез по дереву и прикручиваем обрешетку к стене нашего дома Соблюдая рекомендуемый отступ от земли до нижнего края доски 60 мм Мы начинаем устанавливать стартовый профиль Затем на стартовый профиль мы устанавливаем первую доску Проверяем, что доска у нас хорошо стоит на стартовом профиле Все у нас в горизонте Далее мы отмеряем место крепления доски саморезом То есть мы отступаем от верхнего края 2 см В эту точку у нас будет заходить впоследствии саморез Нахлёст второй доски на первую у нас будет 3 см То есть тем самым мы скрываем саморез Так как стандартная ширина доски у нас 19 см Соответственно нахлёст у нас для того, чтобы скрыть саморез 3 см Мы отмечаем по бруску 16 см Это будет верх второй доски Есть много регионов России, где деревянную подсистему не используют на домах При монтаже фиброцементного сайдинга Из-за того, что просто у них не продаётся сухой строганный брусок То есть они используют металлическую подсистему Но чаще всего всё-таки в частном домостроении используется деревянная подсистема А металлическая она предназначена для многоэтажного строительства Часто мы слышим вопрос о том, что будет, если по фиброцементному сайдингу, который мы смонтируем на фасад нашего дома Попадут мячиком, если заденут, не знаю, тяпками, граблями Если не проедут с тележкой с землёй и немножечко заденут материал Сломается он или нет? Насколько этот материал прочный? Фиброцементный сайдинг – это прочный материал Его плотность составляет 1300 кг на метр кубический Поэтому сломать его возможно, но это будет очень трудно Для этого нужно задаться действительно большой целью Тогда вы действительно его сломаете Но повредить во время эксплуатации вашего дома этот материал на фасаде будет довольно-таки сложно Чтобы бесплатно пройти весь курс фиброцементный сайдинг во внешней отделке дома Монтаж фасада «Узлы решения» от компании Кедрал И получить сертификат слушателя Пройдите на сайт Forum House в Академию Forum House Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok